Я, наверное, в пятый или шестой раз, когда я в Москве на этой операционной школе, это снова в традиции. И доверие мне сегодня доложить вам тему интерпретации базов анализа состава крови. Надеюсь, наш разговор будет не бесполезный. И я прошу меня извинить опытных пользователей, анестезиологов и аниматологов, что я начну с преаналитического этапа и уделю их довольно много времени. В анализе газового состава крови и БАШ неточные результаты часто отключим их отсутствие. Конечно, это имеет отношение к любому лабораторному анализу. Если вы пользуетесь анализом, то, что я неочевидно, будь какой анализ выкинуть сразу и перебрать. Для газового анализа это особенно актуально. Такие вещи оговариваются прежде всего. Что еще к преаналитическому этапу очень важно, чем начать интерпретировать анализ. Надо быть уверен, что там все как и корректно. Пожалуйста, фиксируйте время и состояние пациента. Что было с ним в этот момент? Анализ газового состава крови отражает ситуацию именно на этот момент, данную секунду. В другую секунду он может быть совсем другим. Пожалуйста, фиксируйте на листочке ответа, который будет вам из лаборатории привезен, во многarenter он доставлен, что было с вентиляцией, что было с ВО2, что было с 130, что было с минутной вентиляцией. В инстательном случае этот анализ не читаете после этого фитболи. Когда вы помните, что было с вентиляцией, а другой человек, который бы это анализирует, не знает, что там было. Этот анализ не считают. на каком ФИО-2 эти газы крови были взяты, без этого смысла нет никакого его анализирования. Используйте только специальные пробирки, предгипаренизированные, сухие, обработанные, чтобы там не было необходимости добавлять гипарин, как бывает, когда нет возможно капельки гипарина добавлены, все равно, все равно, все равно, все равно. Этой капельки вполне достаточно, чтобы обеспечить делюкцию всего того, что там есть, может объем крови обещанным, миллилитр, около того. Этой капельки может быть достаточно, чтобы развести все, что там можно. Абсолютно, гемоглобина, другого электронита. Не забудь удалить пузырьки воздуха, которые есть. Пузырек воздуха задерживает порциальное давление кислорода 150, СО2 – 0, и все это потом растворится в анализе газа в маленьком объеме, и вам полностью измените те параметры, которые вы считаете. Не забудь перемешать, видимо, в аппаратах будет эту пробирку, чтобы гипарин хорошо перемешать, противно звучит блок капилляров газоанализатора, а лаборанты ругаются страшно, если вы не слышите, где-то 40 минут, потом идет реакалибровка этого аппарата, это очень много времени занимает. Если вы все-таки не имеете возможности использовать правильный пробирку, специально приготовленный для этого анализа используйте гипарин, будьте готовы к тому, что у вас может быть неправильный показатель, натрия, если это гипарин, натрия, традиционность, у вас может быть снижение кальция, кальция, возможно, дилюционный ацитоз, потому что вы разводите все, что там есть абсолютно. Ну и прогадываются остатки с вами уже говорили только что. Очень важно, чтобы состояние пациента до того, как мы взяли этот анализ, было стабильным. Плохим, хорошим, неважно, оно должно быть стабильным. Если у них что-то изменилось прямо сейчас, а вы взяли анализ, и через 15 минут ситуация не изменилась, то у вас анализ, и для этого организма, то, что было 15 минут назад, он нельзя наполнять. Поворачивали вы его, меняли революидиат, меняли ФИО-2, инфузионную терапию меняли, это холонины давали болюсом, все что угодно. Все это будет изменить ситуацию очень быстро, и, соответственно, анализировать его не имеет смысла никакого. Положение тела пациента. На спине он лежит, либо он сидит. Вы его сначала на спине, потом посадили, у него будут другие газогрови, в данном случае его можно отмечить, вентиляция на спине, вы получили анализ, который вас к этому, так сказать, не вдохновляет. Пытались долго пунктируйте тоже, а вперед у меня может быть боль, облегка, и через вентиляцию получаете анализ на данный комплект. Все очень важно, вот этот преаналитический этап, архивакт, вот поэтому еще раз, в прошлое обращение, что я анализирую, уделяю много времени. Очень сильно потянули кровь из революции, аспирировали, аспирация, часть репроцитов была, так сказать, повреждены, у вас будут другие анализы, калий вышел. Где-то охладили очень сильно, гемолиз вы его не заметите. Частичный гемолиз-провод вы не заметили, у вас имеется электронный состав и складно-основной состав. То есть все это очень важно. Вот, Марина, все-таки популяции, цифрулифты, как оказывается. Оценить критически, обязательно ответы, которые вы получили, посмотреть на пациента. Вот, потому что если не можете вы анализ анализировать немедленно, то почему-то литература или указания в комнатной температуре не хранить его. Нет, хранить его в борьбу. Бутыл, банка, куски льда, как же полы, и туда анализ. Потому что если он в тепле, продолжается метаболизм. Все клетки потребляют кислород, выделяют СО2, выделяют лактат. И этот продолженный метаболизм изменит картину радикально. Я вам покажу сейчас, как это выглядит в реальных клинических условиях. Малейшее сомнение критически оценивает ответ. Не можно делать совсем не поценивать. Где-то при аналитике случается вот такая вот накладка. Вот этот продолженный метаболизм, о котором я говорил сейчас, это увеличение СО2, развитие ацидоза, псевдоацидоза, псевдоэпоксиния, снижение глюкозы, глюкозы для этого инсулин не нужен. Соответственно, вы получите лактат и вот эти все вещи, которые здесь есть указаны. Особенно нужно быть аккуратным вниманием к интерпретации, если у вас гематологически больной, если есть огромное количество предок каких-то не было, в частности у глюкозных больных. Мы говорим, что очень быстро теряется информативность. Вот это наши собственные результаты, которые я вам хочу показать. В честь нашей гематолога больной не лежал в реанимации, они взяли ему анализ газового состава крови. И вот посмотрите, это больной с гликозом. Посмотрите, сколько у него глюкозитов. 552 тысячи. Это жиленный больной. И вот они ему взяли анализ. 7-40, 2-21, 2-44, и что-то их все-таки встревоживая. И они решили, нет, давайте мы тоже самое попробуем взять на холоде. Это было в шестнадцатом году в ноябре, уже год назад. И взяли на холоде тот же анализ взяли, и тут же заморозили, даже в тех нескольких минут, пока анализ попал в швабранку. И вот оказалось, что вес 7-47, кислорода 59, а СО2-29. У него была дышка тяжелая, он лежал, хворал. И вот видите, как меняются эти показатели сатурации, как изменилось, на холоде или не на холоде. То есть продолжили метаболизм, и вы можете получить совершенно некорректную параметру. Вот те разговоры, которые мы ведем у себя в центре, мы сейчас работаем в центре Миналмазова, а вот как бы вы выбираете нашей клинике. Вот они реализуются в каких-то клинических примерах, которые выделяют этому внимание прицельное. Каким образом оценивать? Значит, датовый состав крови – это с одной стороны оксигенация, с другой стороны – это условно-основное состояние, два составляющих. Вот попытаться определиться, каким образом интерпретировать эти аналины. Стратегически нам рекомендуют оценивать, как захват – это, собственно говоря, релокопиллярный выбранный транспорт кислорода, это уже и гемодинамика, да, и наличие гемоглобины, системы ацентурации крови функционирования. Самая умозрительная вещь из этого перечня – это разгрузка. Действительно умозрительная. Как он там разгружается, как тревая ассоциация, туда-сюда, улучшит удар, улучшит, 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 уменьшится от того гемоглобина, лучше он разгружается, улучшит. Но вот это ключевые параметры, которые ответственны за каждый из этих пунктов. Сегодня это звучало уже, да, частично, захват кислорода в лёгким, на цену попарциального давления кислорода в артериальный гравит, на что будет влиять на этот параметр? Вариметрическое давление кислорода, конечно, будет влиять на высококоливание, на высококоливание, на высококоливание. Фракция ингодированного кислорода будет влиять. Сколько в альве и углекислого газа, на реверсах, вы не показываете, это зависимые вещи, вы вводимые за уравнение альгориального газа. Шунта – фракция состояния, собственно говоря, мембраны. Это то, что будет определять на то, каким образом кислород из альве может попасть в артериальный гравит. Транспорт кислорода определяется, разумеется, в концентрации гемоглобина, наличием дисгемоглобинов, если группа пациента не может быть, как общий гемоглобин, метгемоглобин, фитальный гемоглобин. Это все плохие гемоглобины, которые не переносят кислород. Разумеется, физически растворенный кислород в крови и, прежде всего, разумеется, кислород связан с гемоглобином. А такие вещи тоже очень важны. Нужно помнить о том, что сама по себе сатурация кислорода еще вовсе не означает, что у пациента хорошо доставка кислорода. Вовсе не означает. Мы сейчас об этом посмотрим, каким образом рассчитывается сатурация кислорода, каким опытным гемоглобином кислородом, каким образом рассчитывается фракция кислородной гемоглобины. Это разные параметры. И вот, в частности, пример вроде такой приводится, что вам сатурация 97%, вы спокойны, и все хорошо. При этом уровне у больного анемии, может быть, довольно выросли, 48 грамм на литр, тяжелая анемия, либо у больного, при этом ко всему, у него еще молокоственную анемию, у него еще фракция калороксии и гемоглобина высокая, допустим, где-то отравление угарного газа. Пульсоксиметр, вам и анализ газового состава тоже показывают отличную сатурацию. Но это вовсе не значит, при больного достаточно кислорода, достаточный кислородный поток. Ну и в разрузках тканей, повторюсь, умозрительная достаточная вещь, расчетная, считается, по приводе с ассоциацией оксигемоглобина, тогда сюда мы чуть-чуть совсем об этом поговорим. Практическое значение сомнительное, скажу так, и дальше в результате об этом тему не будет. А вот это очень важная вещь, которая нужна в клинике повсеместно. Итак, процент оксинированного гемоглобина, как мы с вами называем ситуацию гемоглобина кислородом, как он рассчитывается, вот это принципиальная вещь, что рассчитывается как отношение оксинина, гемоглобина к восстановленному диоксинирую. Эта формула как рассчитывает его газоблизоват. В случае, если в крови есть низкий гемоглобин, либо очень низкий гемоглобин, то концентрация доставляемого, реально доставляемого кислорода, соответственно, может быть низкой, несмотря на то, что сатурофорского. То есть, сама по себе анумия, либо наличие гемоглобина не будет не только образом менять цифру сатурации, на которую вы ориентируетесь, но реальный кислородный поток при этом может оказаться малым, либо просто недостаточным для процентов. Подтверждение вот это другой параметр, который в ваших листочках газового анализа крови может быть в зависимости от того, что за газоанализаторов. Если у вас дорогой и хороший газоанализатор, там вот такой ответ, много разных параметров, причем дешевенький, там ответ гораздо меньший составляющий. Призываю вас обращать внимание на этот параметр, который, наверное, раньше вы на него не смешно смотрели. Это фракция оксигенерного гемоглобина. Мы видим с вами формулу, которая нам объясняет в чем отличие сатурации оксигенерного геомоглобина сатурации гемоглобина кислорода ход фракции. В расчет фракции оксигенерного гемоглобина включены то же самое числители доля оксиенированного гемоглобина, а в знаменателе не только оксиенированного установленного, но и карбоксии, но и нет гемоглобина. То есть эти два параметра будут идентичны только в одном случае, если в крови пациента нет дисгемоглобина. Если в крови пациента вдруг есть дисгемоглобины, сатурация гемоглобина кислорода теряется в информативной с точки зрения достаточности кислородного потока. Очень важная вещь. Вот как фирма радиометр объясняет нам эту значимость. И у меня нет никакого конфликта интересов абсолютно, я никак не связан с фирмой радиометром, просто в ее мануале, в этом мануале очень интересно представлено это объяснение. И вот они нам объясняют, смотрите, пожалуйста, у больного гемоглобина 160 грамм на литр, удобнее грамм на литр, чем минимум, оксиенированного гемоглобина почти 110, восстановленного 32, но при этом у пациента как в общем гемоглобина 48 грамм на литр, 30%, где-то от отравления угарного газа. Пульсоксиметр, оксигинация, сатурация оксиенированного гемоглобина вам дает 97%, это 68% делит на оксиенированное восстановленное. А фракция учитывает карбоксидемоглобин. И реально кислорода фракции оксиенированного 68%. То, что у нас в институте, помните, нам называли это розовый смерть. Отравление угарным газом, это розовая смерть. Пульсоксидемоглобина розовый, все хорошо. На день он испытывает тяжелее фоксимей, потому что это карбоксидемоглобин. Плохой гемоглобин, кислород не переносит. Это отличие очень важное. Если вы работаете в клинике, метгемоглобина вызователем, ядом, если вдруг случается что-то такое, но самым распространенным таксидозодом. Если есть вариант, что у пациента, это чаще всего перенатальный центр, у матери, перенатальный гемоглобин, становится вдруг через пациент, он проникает. Да есть риск вот такого вот, такой диспропорции, которая может объяснить вам, если вы ее уничтожите, если будете уделять внимание на фракцию оксиенированного гемоглобина. Фракция гемоглобина, вернее, фракция горбокси-гемоглобина, просто напомню аудитории, что это очень плохой гемоглобин, с росток кислорода у него колоссальный, однажды связавший с росток CO2. У гемоглобина колоссальная, связавший с CO, я всё равно путаю, с росток гемоглобина к угарному гаду, очень большой, связавший с угарным гадом, больше он его не отдаёт, то, что он не переносит кислород совсем. Плохой гемоглобин, карбоксигемоглобин плюс еще один плохой гемоглобин, медгемоглобин. В силу ряда причин железо двухвалентное не присоединяется кислород, не оксидируется, превращается в трехвалентное железо гемоглобина, и мы получаем вот этот медгемоглобин, тоже формула, как он рассчитывается. Тоже плохой гемоглобин, который, повторюсь, к транспорту кислорода не имеет никакого отношения. Ну и последний плохой гемоглобин – это фитальный гемоглобин. Его, по-видимому, новорожденных, его много, вот как рассчитывается, в доле фитального общего гемоглобина. Вместо двух альфа и двух бета-цепочек фитальный гемоглобин содержит альфа и альфа. Плохой гемоглобин, медгинанский кислород, еще какие-то состояния здесь перечислено могут повышаться у взрослых. Ну, наверное, наиболее интересно видеть реальную гемоглобин, вот это наш опыт. Вот тоже совсем недавно дело было, январь, 18 января 17-го года, уже этот год. Пациентка, я покажу потом результаты газонализа, его мать Рейтна, принотельный центр, концентрирован, сфокусирован внимание на женщинах, как я, с патологией, с прожженными порогами сердца, которые почему-то в детстве не были реагированы. И вот эти девочки уже остаются, беременеют и приходят к нам в состоянии чудовищной рекомпенсации, с разными, в разном уровне, итогами кардиотерологии. Вот они его прожжены. Вот этот ребенок, первые минуты жизни я здесь выделил. Посмотрите, сатурация у него 84,7. Вот у ребенка, а фракция к сегенерам у него 82,8. То есть они очень близки. Почему они сейчас не немножко отличаются? Потому что здесь есть совсем чуть-чуть карбокс гемоглобина, вот собственно и все. Ну а медгемоглобина у него, по-моему, надо. Ну вот еще и медгемоглобина чуть-чуть. То есть теперь мы понимаем, что вот эти дисгемоглобины вносят отличие. Сатурация не равна фракция к сегенерам гемоглобина. Но что самое любопытное, ну что любопытное, это в нормах. Фитальный гемоглобин у этого пациента, у любого народного. Фитальный гемоглобин 94%. То есть вопрос, почему этот ребенок не умер? Почему дети не умирают? Фитальный гемоглобин не переносит кислород. И 94% его гемоглобина именно это фитальный гемоглобин, не переносящий кислород. Не умер он только по одной причине, посмотрите, какой у него гемоглобин. У всех новорожденных высоких, это ребенок анемичный. 180% это анемия на новорождении. Он не умирает только потому, что у новорожденных очень высокий гемоглобин. И вот тех остаточных 5-6-7% нормального гемоглобина хватает, чтобы новорожденного не умереть. К концу первой недели фитальный гемоглобин меняется на нормальный гемоглобин. В общем, гемоглобин падает, и это нормальная физиология. Вот это пример отличия разных гемоглобинов и понимания, как их интерфектировать, если вы смотрите на данный гемоглобин. Парциальное давление кислорода, реальное, это физически растворенный кислород в крови. Из института мы с вами помним, что доля физически растворенного кислорода в крови для общей доставки кислорода низерная. Очень мало, буквально 0-3 на растворение на фтернелитру. То есть это не метод доставки кислорода к тайне, но очень хороший метод мониторинга, обеолокапиллярной диквизионной способности, поэтому мы на парциальное давление кислорода смотрим очень внимательно. Парциальное давление мулекислого газа, которое здесь тоже хорошо нам известны и нормы, тоже это показатель, в данном случае, наверное, весная концентрация как в жидкой, так и в газовой фазе, сколько углекислого газа у больного травит, считается, все это вот снова здесь приводит к уравнению альбиллярного газа, которое я делюсь сегодня, как я вам показывал, не буду сейчас его комментировать. Очень сложное влияние концентрации углекислого, к аксамболвения углекислого газа, он влияет, мы знаем с вами это кислотное основное состояние, об этом будем говорить сейчас, и на сосудистый тонус мы знаем, как гиппокапнии, как гипперкапнии влияет, противоположно на сосудистый тонус очень важно. Если вы хотите провести острый физиологический опыт, придите на прядь и начните своими легкими надувать матрас. Там 10 глубоких вдохов, и вы уже валяете гиппокапническим фазам сосудов, и вы отключились. То же самое у гиппокапнического кома, если в воздухе случается гиппокапнение высокое. Влияние к реводиссоциации оксигемогламины, тема, опять же, довольно сложная, значимость клиническая вполне достаточно сомнительная. Ну и, наконец, заканчивая разговор уже, собственно, кислородной и углекислой газовой вот этой вот части анализа, это утилизация кислорода. Мы с вами знаем, что мы работаем большим запасом с этим утилизимом 25% доставляемого кислорода. Если в минуту доставляется организм на 200 мл кислорода, то назад к правому сердцу возвращается донимит крови, то назад возвращается 150. То есть 75% кислорода, который перешел в кровь и дольбел, возвращается снова к сердцу и снова доугружается в воздух. Посчитать утилизацию кислорода можно достаточно просто. Если у вас сатурация выше 97, артериальная, то вы можете просто сравнить сатурацию артериальной и сатурацию венозной. Вычтите артериальную и сатурацию венозной, у вас получится довольно точный коэффициент утилизации. Если вдруг у вашего пациента вы намерен 50, все, что больше 30-50, это говорит о том, что каскад кислородной в напряженном состоянии находится, пациенты жадно сфрагируют кислород, то есть он выносит повысить коэффициент утилизации кислорода, чтобы компенсировать либо низкий сердечный поток, выброс, либо реальную гипоксимию. Итогом недостаточной доставки кислорода мы с вами знаем, у нас есть в Акцах очень ценный маркер, который нам говорит, что вот с аэробным метаболизмом есть сложности в тканях, и организм вынужден переключиться с аэробного метаболизма на анаэробный метаболизм. И здесь уже совсем другая ситуация. Энергетически он невыгодный и приводит к ацедону. Ацедону это очень серьезный показатель, что ситуация достаточно тревожная, если не сказать, что привлекается к грамматическому. Очень важный момент, который нужно здесь обратить внимание, лактат не обязательно будет гипоксичным, то есть не обязательно в силу анаэробного метаболизма. Климирность лактата завязана в печёночном метаболизме. Все клетки, мы с вами говорили, потребляют кислород и продуцируют лактат, но климинс его завязан в прежде всего на печени. Поэтому лактат в организме может случиться быть не гипоксичный, высокий, а в силу просто нарушенного печёночного климинса. И это не такая страшная вещь. Ваша задача определиться, что это за лактат. Это опасный лактат, анаэробный. И это лактат просто за счёт того, что печень недостаточно хорошо функционирует и климинса нет. Для того, чтобы определиться хорошей лактат или лактат, вот этот рисуночек, есть приведённый, я заимствовал его, в 2016 году есть адрес, который здесь представлен, очень интересный портал, лёгочная клиническая медицина. Павлова-эритикал Каймянец, он очень интересный доктор его ведёт и публикует там вот такие посты, сейчас модно называть, на разные темы, на публикации даёт. И вот смотрите, что если цикл климинса не работает, и если лактат, который в силу глюколиза долго попасть в цикл климс цветам в анаэробном, в аэробном дыхании до горения, до метаболизирования, до конечных метаболитов, то это кислородная вода и другие. Если вдруг он не работает, и происходит реальное закисление, реальное образование лактата в силу анаэробного дыхания, это плохой лактат. Если вдруг всё работает, цикл климс, когда реальное дыхание работает, но просто в силу значительного глюколиза, который происходит в печёночном, образуется очень много лактата из перу вата, но он просто не успевает метаболизироваться в цикле климса. То этот лактат не такой опасный, просто климин с печёночкой, на меня. Каким образом провести вот эту диагноз? В принципе, это принципиальная вещь. И снова мы вспоминаем достаточно известную, кривую, классическую, педагогическую, спросом которого зависимость доставки, потребления кислорода от этого доставки. Нам объясняют, физиологи, мы вроде как в это верим, что мы с вами живём вот на этой части, этого графика, что наше потребление независимо от доставки. С какого-то уровня доставки потребление перестаёт увеличиваться, доставки кислорода сколько угодно много, и Евгений Валерьевич об этом нам сейчас говорил, и пероксия вовсе не значит, что лучше станет увеличиться потребление кислорода тканей, ничего подобного. В какого-то момента потребление перестаёт быть зависимо от доставки. Это физическая точка, так называемая, ниже которой, якобы, снижение доставки ниже этой точки приводит к параллельному снижению потребления. Это нас так учить. Ничего, что в попытках найти эту критическую точку, люди потерпели фиаско. И это было замечательно докладно, одна из формул западных я слушал швейцарского профессора, который очень интересным образом объяснял, каким образом они пытались найти эту критическую точку. Они вызывали бипоксинию, причём очень иезуитские, двумя способами это консумерится экспериментальная работа, они либо заваривают гемодинамику, снижали давление до какого уровня, что снижали поток, кислоту туда и ловили, когда снижется длина. Либо генерировали гипоксическую смесь, тоже просто, либо так, гемодинамика нормальная, затручивали гипоксическую смесь. Они не смогли найти критическую точку доставки. И он говорит, знаете, такое ощущение, что это всё неправильно, что клетка либо живёт, и потребление нормальное, в какой-то момент, когда доставка становится недостаточной, она просто умирает, клетка либо дышит, либо не дышит. Уйдай некрасивый сандровец, тишина полная спробовая, полная щёпотка. Потому что все сидят, говорят, нас совсем в другом учили, нас учили, что эстетическая точка, и вот зависимость. А выясняется, что это появление, не факт, что она есть. не моя задача сейчас смущать юные, так сказать, и мы, и не могу рассказать о газовом составе крови. Итак, продолжаем разговор. Есть не опасная ситуация, аэродное дыхание. В чём смысл? Определяется аэродное дыхание либо аэродное, а соотношение выделяемого углекислого газа с употребляемого кислорода. То есть, кислород потребляется, углекислый газ выделяется, это соотношение меньше единицы. Дорогом, ну, 0,8. Если у нас аэродное состояние, кислород не потребляется, а СО2 выделяется или нет? Конечно. Ну, кто-нибудь? Выделяется. Но мало. Но выделяется. Но кислород вообще не потребляется. И получается вот этот кислородный коэффициент соотношения эмиссии СО2, который имеет кислорода, больше единиц. Вот всё. Ваша задача просто посчитать довольно просто и понять это соотношение больше единиц либо меньше единиц. И вам будет понятно, это клоктат нормальный, ну, то есть, не опасный, печёночный, фирм снаружи. Либо это локтат, действительно, вот, анаэродный. Окей, как это сделать? Вот, отличная работа, она мне очень понравилась. Только что вышла, ну, только что, уже 16-е годы, она в интенсивной терапии. И автор нам говорят, что всё-таки является критерием реально, значит, анаэродного метаболизма. Смотрите, что оказывается, маркеры анаэродного болезда. У нас привычный локтат менее надёжный, а венозная сатурация вообще не предсказывает гипоксимии. У нас локтат ложно-позитивный ложно-венозная сатурация. Мы с вами привыкли ориентироваться. Если венозная сатурация меньше 60-ти, да, это вот у нас, значит, риск анаэродного отдыхания, то есть, недостаток кислорода, очень высокая утилизация кислорода. Они говорят, что это очень неточно. А наиболее точно, оказывается, это соотношение выделяемого кислорода к потребляемому, выделяемого СО2 к потребляемому кислороду. Вот это наиболее точная вещь. Именно это соотношение нам авториграция. Это реальный маркер анаэродного метаболизма. Как это определить? Оказывается, можно посчитать. В чем суть этого слайда, чтобы не мучить вас совсем? Все довольно просто. Очень сложно посчитать концентрацию бинокислорода. Кислород можно, а концентрацию сложно. Поэтому нам авториграция, давайте возьмем парциальное давление СО2 вместо концентрации СО2. Они в целом идут линейно. А парциальное давление СО2 нам известно. В другом анализе газа в трое это параметр. Окей. И тогда нам в качестве ориентира цифры превосходный прогноз с точки зрения реально позитивных, реально негативных результатов да или нет, получить ответ. Есть ли цифра больше или равно 1,7 миллиметров круглого СО2 на милиционерах. Теперь эти отмеченные данные приведем к клинике. Сложный больной, не понимаем, что происходит, уровень лактата, нам нужно понять, этот лактат у него все-таки гипоксический либо не гипоксический. Ну, у нас с вами есть артериальная О2, ПО2, у нас есть венозная ПО2, у нас есть артериальная ПСО2, у нас есть венозная ПСО2, у нас есть сатурация артериальная, а у нас есть сатурация венозная. Итак, находим разницу артерия венозная по царе оненее, получаем санк leukocon2. Почитаем, получили разницу. Считаем концентрацию кислорода в артериях. Что такое концентрация? 1. Геммаглобин в умножаемую в сатурацию, умножаемую на константы. Считаем, сколько в артериях. Считаем сколько в Вене. Сатурация в Вене 60 лет, геммаглобин в тот же самый констант в Вене. Нашли в артерии в features по концентрации кислорода, а теперь отношение СО2. вот она у нас почти надели на сколько у нас потребление кислорода, 1,19. У этого больного нет анаэробного дыхания, он очень тяжелый, но мы его делаем анаэробами, прессорами, ИВЛ, и все, более-менее ничего. То есть цифра может быть, что это не анаэробный, не анаэробный. А вот другая ситуация, вот это мама того новорожденного, который я вам показывал только что. 37 лет, ДКНП, фракция выброса 36. 28 дней мы сказали, что дальше мы наших ребенка не будем. Хочешь умереть, да, носи дальше. Вот в итоге женщина разрешается, дистанционная кардиология неопатия. Тут с кардиологией связано, это состояние лечения, от которого только трансплантация, духовничество. Это еще 36. А сейчас у нас лежит девочка, девочка, трое недель, 19, так целую. Вот такие вот с Каргаса. А вопросов нет, болеешь или не болеешь, когда вы умеете своих биологических долгов. Итак, мы получаем, у нас есть... В чем мы, почему считаем? У нас локтат 2,6, 2,5. Вопрос в этот локтат. Типоксимический, анаэробный живет это локтат печеночный. У нас есть все параметры. У нас есть артерия и венозная разница под кислородом. У нас есть гемоглобин, у нас есть сатурация. Подставляем все параметры, считаем, получаем 2,3. Больше 1,7. Анаэробное дыхание. Дизитуционная кардиопатия, малый сердечный выброс, малый сердечный поток. Реально занимаемся тем, каким опытом обеспечим кардиальные потёжки. Итак, когда у нас есть это понимание, у нас вторая составляющая нашего анализа газа крови. Более сложная обычно для аудитории, более туманная попытка в них, что это такое часто приводит к травме ноговой. Я постараюсь не довести до этого. Параметры кислотно-основного состояния чаще всего расчётные. Прямыми методами измеряется PH, 2, 2, 2, 2. Есть электроды, которые специально всё это делают. Цифра, которую мы с вами знаем с института PH, это определитель кислотности либо щёлочности, очень интересно авторы называют. Это вымышленная величина, отражающая двойное, нелинейное преобразование оноблодорода. Вы можете реально себе представить, что такое количество ионно-блодородов висит, действительно определяет кислотность либо щёлочность организма. Но это чёрт мнения не единое, не эту концепцию, и как результат есть альтернативная концепция, теория Стюарта, которая решает, что главный определяющий ион – это не водорода, ион водорода, а главное – а неон – это хлор. Вот хлор, действительно, вы знаете, и похлоремия, и гиперхлоремия – это действительно куда более зримо. Мы об этом поговорим. ПАЖ очень узкий у нас жизненный предел, который есть – 7, 35, 45, чуть дальше, и на этом жизнь наша, так сказать, прекращается. Сложные формулы, которые нас научили этими формулами – Виндерсон, Агассельбах, сравнения, мы сейчас не будем их рассчитывать говорить, я просто хочу показать, в чём их смысл в идеологии. Их смысл просто нам виден здесь, ТПАЖ, по сути, – это результат количества бикорбоната и количества углекислого газа, концентрации, да, в проценте уровня углекислого газа. По сути, можно всё это считать, но это взаимодействие. Измеряем одно – значит рассчитываем другое. Рассчитываем одно – значит измеряем другое. Это вот эта формула, которая объясняет нам взаимодействие между этими тремя составляющими кислотно-основным состоянием. В наших квиточках газа в крови есть гиперманат. Актуальный гиперманат, мы помним его нормы, в среднем вычисляется по реальным значениям, либо измеряется в зависимости от общей концентрации углекислого газа в крови. Есть формула, так или иначе в лаборатории нам даёт этот результат. Но, если вы внимательно посмотрите на квиточек газового состава крови, выяснилось, что там есть ещё один гиперманат. Не только актуальный, но и стандартный. Вопрос – что с ним делать, куда его девать? Выясняется, что это гиперманат, который получен расчётным способом при условии, что у больного стабильная ситуация по кислороду. У него ПЛ-2-100, у него ПСО-2-40, у него нормальная температура. Задача – устранить компенсационный дыхательный гиперман. Это момент этого гиперманата. Может быть, он как-то среагировал на гиперкопнили, гиперкопнили, вдыхательный анцидот и полгалом. Чтобы вывести реальное состояние гиперманата этого больного. То есть, есть ещё один параметр. Сейчас я не комментирую, просто вам напоминаю, что бывает. У нас есть избыток оснований, причём актуальный. Избыток оснований – мы помним, что это искусство, что это необходимое количество кислот, либо щелочей, которые нужно потитровать, чтобы вывести ПХ на норму, ПХ на норму, опять же, 7-40, 3,2-40, и температура нормальная, некий избыток, либо недостаток кислот. Выручий кислот – это, конечно. Но, выясняется ли, что в газовом составе не только маленьких кислотных решений, что в газовом составе крови есть ещё один ПХ, который называется стандартизированный, стандартный ПХ. И что актуально? Тогда говорят, а почему мы только по крови возможны? У нас есть ещё и плазма огромное количество. Давайте делаем буферное основание, буферная сила для всей крови, для всей плазмы. Тогда рассчитывают доля крови и две доли плазмы, и получается ещё какой-то показатель, который, в этом году более репрезентативен, потому что отражает высшую ёмкость всей длинности. Ну, допустим, повторюсь, сейчас ничего не комментирую, только объясняю, что это за параметр. В вашем газовом составе крови есть параметр базисный буфер. Те все ключевые буферы, которые есть сумма, всё вместе суммировали и получили вот это вот газовое. Общее содержание всех буферов, которые существуют, и бикарборат, и все слабые буферы. Обратите внимание, что к слабым буферам точно так же относится гемоглобин. И гемоглобин очень здорово может влиять на вот эту буферную ёмкость крови, потому что вот здесь тоже поплыется, может вмешиваться в это во всём. И вот появляется новая аббревиатура, которая говорит, что знаете, что наши ионы водорода, не факт, что это главный ключевой утрог, а главный ключевой утрог, повторюсь, хлор, и вот эта разница сильных ионов, стронг-ион-визор. Вот он здесь показан, что если мы учитываем, что у нас есть позитивные ионы, отрицательные ионы, есть натрий-хлор главный, диаграмма ГЭПЛОФ, да, электрохимическое равновесие, положительность должна быть равной отрицательной зарядным ионам, то вот эта вот разница между натрием-хлором и, грубо говоря, не учитываемым гатионом и ионом, вот она определяет вот этот БВ, либо его ещё, по другому же, называется разница сильных ионов. И тогда мы можем, в принципе, только по электролитам судить о кислотно-основном состоянии. Никакой плаш, здесь вообще не играет кровь. Вообще не играет кровь, здесь плаш нет места. Ионам водорода, вот они тут учитаны, но это такой мизер, мы говорим, сколько там нулей, если мы говорим. А главный игрок здесь получается кровь. Итак, интересная литература, книжка «Доктор», которая в Минске работает, замечательная книга написала, она есть вот при этом доступе на русском языке, я там иду, сейчас он бы уехал где-то назад на них работает, обычный доктор. Вот, просто это, цитата, что слишком просто для глубокого анализа, интерпретация кислотно-основного состояния, очень сложно для поверхностного ознакомления, это правда, мы не можем это запомнить. То есть есть ряд формул, которые, невозможно, их нужно просто взять, запоминать их тоже невозможно, ну просто с него уполовите все, чтобы они были перед вами. В чём смысл этого анализа, который предлагается нам? В смысле в том, значит, в первую очередь, нужно определиться, что первичное, что вторичное. И вот, например, первичное метаболическое расстройство, допустим, у вас ПАЖ не изменено, норма, а СЛО-2 изменено. Наоборот, ПАЖ изменено, СЛО-2 не изменено. То есть у вас ПАЖ ацедоз, при этом СЛО-2 нормальный. Понятно, что дыхание нормальное, значит, ПАЖ меняется в силу метаболических нарушений. Либо у вас изменены в одном направлении. У вас ПАЖ низкий, вот СЛО-2 низкий. То есть у вас гипокапния, говорят о том, что у нас есть гипервентиляция, и у вас ещё и есть ацедоз попуарный. Значит, судя по всему, есть метаболический ацедоз, который больной пытается компенсировать. Это, так или иначе, понятные подходы. Сложности начинаются в расчёте компенсации. И вот этот расчёт компенсации, в чём его идея? Мы сейчас не будем запоминать эти формулы. Это невозможно, вот там смысл понять. Смысл этих формул заключается в том, что вы должны рассчитать предполагаемые, в данном случае, допустим, у вас дыхание метаболических нарушений, метаболический ацедоз. Вам нужно понять, есть ли компенсаторные изменения, достаточно или недостаточно. Вы должны рассчитать, а сколько должно быть при таком метаболическом, допустим, ацедозе, сколько должен быть ПСО2, какой должен быть респираторный алколог, чтобы полностью скомпенсировать этот ацедоз. Вы рассчитываете предполагаемое, целевое, некое, СО2. Она рассчитывается с учётом бикарбоната, вот этой формулы. Вы его рассчитали, получили цифры. Вы посмотрели на реальный ваш анализ газового состава крови. Вы увидели, что это СО2 реально, не то, которое вы получили, а реально новыми. Тогда говорили, что у этого пациента есть ещё и метаболический ацедоз, потому что реальная СО2 оказалась выше, чем то, которое должно было бы быть, чтобы полностью скомпенсировать. Если вы СО2 получили реально меньше, чем ваша расчётная, то вы говорите, что у больного, кроме всего, есть ещё и респираторный алколог, потому что реальная цифра оказалась меньше, чем то, которое должно было бы быть. Вот идея. Не буду анализировать все остальные, они все построены по этому образу и подобию. То есть их планировать под стекло их положили, хотите, вы посчитали. Посчитали, посмотрели, соответственно, не соответственно. Вышли, не говорите, что есть элемент ингрессатора. Первичные респираторные расстройства, если у нас изменены противоположные. ПАЖ низкий, ПСО2 высокий, мы говорим, что да, это гиперкапния, видимо, это респираторный ацидоз. А теперь можно понять, а метаболический данный получал ПАЖ. Он достаточный, недостаточный, либо он, кстати, нормальный. Есть другая форма, вы должны рассчитать предполагаемые ПАЖ. Предполагаемый ПАЖ посчитали, ввели вот эту формулу СО2, посчитали, получили цифру предполагаемого ПАЖ. А теперь посмотрите реальный ваш ПАЖ. Есть реальный ПАЖ, выше видишь, и есть еще элемент метаболического алкалоза, есть и нитка, есть элемент метаболического ацидоза. Вот вся идея. Причем, в данном случае, для ацидоза формулы, для алкалоза формулы, не буду их анализировать. Ну и как это все анализируем с точки зрения, как это упростить, очень сложно. Есть некоторые правила, которые я здесь вам привожу, то можно считать, что если ПАЖ 7-25, то СО2 должно быть 7-25. Тогда это некое пневмоническое правило. Но есть ограничения. Если у вас тяжелый ацидоз, то СО2-25 у нас не бывает. И очень важный момент, о чем мы говорят там, что компенсационные ответы почти никогда не достаточны для возвращения ПАЖ нормы. То есть, если у вас ПАЖ нормальный, при этом есть отклонение под СО2-либо-кубикер по названию, считайте, что у вас компенсационное решение. Полностью вернуть назад практически невозможно. Повторюсь, я написал слово почти крупно и подчеркнул. Бывает ситуация, что возвращается в норму. А бывает ситуация, что даже перечерстывает. Клиника не устает удивлять. Что нам пишут американские авторы? Говорят, что если ПАЖ ацидоз, то скорее всего первичный все-таки ацидоз, все-таки неконпенсаторный перекрест. Если он больше 74, то это скорее всего первичный алкалост. Ну и тут они очень важные вещи. Я все-таки в фокусе внимания пациента, а не анализ крови очень важный. Ну и вот еще, чтобы было чуть спокойнее, первичные нарушения порой нелегко спечить ацидозаторную. Самое интересное, в большинство случаев нет необходимости таких расчетов. Иначе это невозможности все это нужно делать. Еще несколько минут я вымотен, иначе это будет облуплено совершенно. Анионгар. Так называемый разлив анионный. Не буду радовать за него, не буду радовать против него. В чем его смысл? Это разница между положительно зарядными так называемыми и не измеряемыми лукатионами, и отрицательно зарядными половине от заряда. Анионная разница, то есть их норма, здесь 23, здесь 11, примерно 12. Якобы они не измеряемы. Все остальное, все измеряемо. Зачем нам нужен этот анионный разлив? Чтобы вы, эндогенные, анионы сильные, чаще всего это локтаты, такие-то кислоты, это отравление разными кислотами, токсикологией, которые нам помогут сказать, вот у нас разрыв анионный большой, у больного отравления, наверное, здесь есть проблема. Это ранняя диагностика, вот для чего это все нужно. Вот цифры, которые могут быть значимы. Если отравление с алицилатами, анионный разрыв, вот такой почечный недостаточный, там свои вещи, да, геометически, как лактат, ацидоз. Наибольшая анионная разница при лактат и тетоацидозе. То есть, если вы видите анионный разрыв, вот такой фальшивый, видишь, если вы видите лактат, если лактата нет, то пойдем мы что-то сужать. Мог чем-то отравиться, и вот этот анионный разрыв может у вас... Почему здесь есть ограничение у всего этого? Потому что в этой формуле, которую я вам показывал, играет и натрий и хлор, а бикарбонат и хлор. А бикарбонат с хлором они же друг друга компенсируют. Они друг друга компенсируют, и эта анионная разница может оказываться клинически не слишком достоверна. Что здесь недостоверно? Вот есть еще не просто разница, а еще есть разница разницы. У кого что есть, могут покончить в самоубийском прямо сейчас. Опять же, не рекомендую вам этого делать. Смысл этой разницы разницы, чем больше анионная разница, тем ниже должен быть бикарбонат. То есть они должны друг друга компенсировать. Если это равновесие сбивается, значит есть смешанные расстройства. Ну вот, например, анализ, который нам показывает значимость вот этой анионной разницы. У больного лактат 22, анионная разница состава места 12, здесь нам дается действие 1838, мы видим какой-то бикарбонат, прижалейший BE, а вот об лактат и цедоз, прижалейший, о котором вам часто все говорили. Почему не нужно, наверное, убиваться по поводу анионной разницы? Я уже заканчиваю. Не слишком точно. Погрешность анионная разница плюс-пинус 5 милимолий. Если у больного лактата цедоза 6,8, это серьезная проблема, а анионная разница может его не выявить, потому что там очень серьезный рюк. Поэтому значимость эта анионная разница получает не стоит велика. И, наконец, последнее, что я хочу сказать. Литература очень много, она спорная. И вот авторы нам говорят, инвидроизмерения BE, BB и стандартный бикарбонат не дают преимуществ, часто сбивают току. Следовательно, мы не будем использовать их в этом тексте. Сложнейшая книга по кислотно-основному состоянию. Мы выяснили, ребята, давайте не мучить друг друга. Вот вам личная диаграмма, в которой игроки бикарбонат, CO2 и BH. Больше ничего этого вполне достаточно. Да, тут есть очень такое отношение. Но просто времени нет. Я хотел вам это очень сложно угадать, куда идти. Ладно, бокс. Вот так выглядит сегодня центр Алмазова. Там Питер будет, где я имею честь работать. Спасибо.